Вечер 4-го и ночь на 5 декабря 2022-го. Одни из самых тяжелых в истории Нижневартовска. Ровно год прошел с момента, как в столице Самотлора в пятиэтажке Намира 6А взорвался газ. Практически сразу же стало понятно, что произошла разгерметизация баллона. Установили ей эпицентр, комната на втором этаже. После хлопка начался пожар, высотку тушили, а из-за низкой температуры воздуха конструкции быстро обмерзали льдом. Шансов выжить у тех, кто остался под завалами, практически не было. Перед домом за спасательной операцией наблюдали сотни вортовчан, помогали кто чем может и сопереживали. Я на балконе была, я разговаривала с учительницей, он лежал планшет, смотрел. А потом взрыв какой-то и туман, а я открыла балкон, и я провалилась вниз на второй этаж. Сколько сыну вашему? Двенадцать! Спасатели несколько дней работали у высотки под угрозой разрушения конструкции. Последними из-под завалов достали тела молодой женщины и ее маленького сына. Всего трагедия унесла жизни десяти человек. Было установлено, что емкость, наполненную голубым топливом, занес в квартиру один из жильцов. Расширившись в тепле, газ разнес подъезд жилой пятиэтажки. По этому факту возбуждено уголовное дело, однако оно, вероятно, будет в итоге прекращено, поскольку главный подозреваемый, хозяин баллона, скончался от полученных травм. Его вместе с супругой транспортировали тогда в Сургут в крайне тяжелом состоянии с очень сильными ожогами. Через несколько дней они скончались. Около недели назад дом на улице Мира 6А в Нижнемартовске начали демонтировать. Возможно, на этом месте разобьют памятный сквер. Продолжение следует...